Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки веселушки! Говорушки непослушки! За животики держалки! Обсуставки и игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Это самая веселая и яркая передача «День пельмень». Каждый день мы с ребятами отмечаем необычные праздники. И сегодня у нас день мыльных пузырей! Ура! Ребята, а как вы думаете, на что похож мыльный пузырь? Он похож на воздушный шарик. Я думаю, что они цветом похожи на бензин. Мне кажется, что пузыри похожи на летающие маленькие облачки, которые похожи на солнышко, которое без лучиков. Я думаю, что этот мыльный пузырик похож на обычный мячик. Едвально вернее. Но мне кажется, что вот эти мыльные пузыри похожи на какие-то ягодки. А ты бы съела такую ягодку? Нет. А почему? Потому что мыльные пузыри состоят из мыла, а мыло несъедобное. И невкусное, оно очень горькое. А вы пробовали когда-нибудь мыло? Да! Конечно! Я даже сам мыльные пузыри пробовал. Выдувание мыльных пузырей – одно из любимых детских развлечений. Очень древних. Когда и где появились первые мыльные пузыри, до сих пор загадка. Ребята, а из чего состоит раствор для мыльных пузырей? Вы знаете? Из воды и мыло. И особенно из жидкого. Мыло. Посмотрите, какой красивый шарик. Вау! Тут несколько шариков. Ага. В раствор можно добавить шампуня для головы. И чтобы было немножечко покрасочней, можно добавить любую краску. Потому что, как мы видим, от того, что свет попадает на мыльные пузыри, они становятся как цветные. Верно. Какие вы все молодцы. Но на самом деле, раствор для мыльных пузырей состоит всего лишь из воды, мыльного раствора и глицерина. Его можно сделать даже дома. Как вы думаете, с помощью каких приспособлений можно надувать мыльные пузыри? С помощью вот этой вот штуковины. А кроме нее можно что-нибудь еще использовать? Вот, например, вот очки. Есть еще очки от какой-то маски. Когда она уже сломалась, можно ей надувать. Я думаю, что можно даже ладошкой надувать мыльные пузыри. А как? Покажи. Я думаю, что мыльные пузыри можно надувать ракеткой от бадминтона. Тогда они будут становиться еще больше. Можно выдавать мыльные пузыри из трубочки от сока. А ты пробовал так делать? Нет. Но попробуй обязательно. Мне кажется, получится. А почему мыльные пузыри лобаются? Может, они чего-то боятся? Да они ничего не боятся. Просто в них мыло и вода. А вода течет. И когда слишком холодно, прям как в космосе, то тогда они... Бум! И нету их. Вау! Смотрите, какой... Эй, ты че? Ребята, а вы когда-нибудь задумывали, с какого цвета вообще мыльные пузыри? До разного цвета. Радужного. Если, например, приблизить к пузырю, например, желтый цвет, он будет отражаться желтый. При солнечном свете мыльные пузыри переливаются яркими красками. Они создают ощущение радости и волшебства, праздника из цвета и света. Но на самом деле переливающийся цвет мыльных пузырей – это обман зрения, ведь пузыри бесцветны. А вы знали, что самый большой в мире мыльный пузырь надул англичанин Самхит? Мыльный пузырь был 6 метров в длину, по 5 метров в ширину и высоту. В него поместилось аж 50 человек. Ребята, а давайте попробуем установить собственный рекорд и узнаем, у кого из вас получится надуть самый большой пузырь. Итак, все готовы? Да! На старт, внимание, марш! Нужно надувать очень медленно, чтобы получился большой пузырь. Так. У меня вот получился такой. Неплохой. Ой, Таня у нас лидирует. У нее пока был самый большой мыльный пузырь. А у меня лопнут. А у меня вообще много. Стоп. Какой огромный пузырь у Тани получился. Таня у нас победила. У нее оказался самый большой мыльный пузырь. Ура! А следующая игра – кто больше лопнет пузырей? Я буду выдавать пузыри, а вы будете их лопать. Кто лопнет больше, тот и победил. Поехали? Да! Ребята, устраивайте соревнования мыльных пузырей со своими друзьями и родителями. Устанавливайте новые рекорды. Веселитесь, живите ярко. А с вами была передача «День пельмей». Пока-пока! Высококвалифицированные врачи клиники «Дентомед» верны своей работе. И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентомед». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова